Добрый день, уважаемые коллеги. Тоже, я думаю, что достаточно животрепещущая тема. В рамках функций NMITS, которые у нас возложены в 2017 году, на сегодняшний день их 24 NMITS. Мы являемся одним из тех NMITS, которым одним из первых это звание дали. Обсудим тему телемедицины. Что же такое телемедицина? Это использование компьютерных и телекоммуниципальных технологий для обмена медицинской информацией. Является очень востребованной темой в нашем современном обществе. Все знают, наверное, как переводится с греческого слова «теле». Это далеко. Телеграф, телемед, даже телепузики сейчас есть, мультики для детей тоже, которые далеко находятся от ребенка в телевизоре. В рамках Всемирной организации здравоохранения рассматривают термин, что телемедицина – это предоставление услуг здравоохранения в условиях, когда расстояние является критическим фактором для обмена необходимой информацией в целях диагностики, лечения, профилактики заболеваний травм, проведения исследований и оценок, а также для непрерывного образования медицинских работников в интересах улучшения здоровья населения и развития местных сообществ. В принципе, все мы это, наверное, выполняем, и любой НМИЦ оказывает эти услуги. Какие бывают направления телемедицины? Телемедицинские консультации бывают отложенные. Это такой момент, когда присылаются данные пациентов по защищенным каналам. Также они могут быть в режиме реального времени. В том случае, если собирается некий консилиум с нашей стороны и со стороны другого медицинского учреждения, обсуждается пациент, обычно сначала происходит отложенная консультация, потом, если возникли какие-то недопонимания, то уже происходит консультация в режиме реального времени. Также в рамках телемедицины происходит обучение, телеобучение, семинары обучающие, которые потом переходят в трансляцию хирургических операций. Сначала научили теоретически, как это делать, потом на практике показали. Наверное, остальные пункты пока не очень всем известны. Негласный контроль состояния здоровья личного состава. Мобильный телемедицинский комплекс используется у нас во время каких-то катастроф. Естественно, все специалисты не могут выехать на место аварии. Соответственно, выезжает мобильный комплекс, и происходят те же самые консультации. Первый пункт – консультация в режиме реального времени. Системы дистанционного биомониторинга используются чаще всего на предприятиях закрытого типа, где сотрудники работают посменно, не выходя из своих рабочих мест, чтобы обращать внимание на их здоровье. Ну и домашняя телемедицина уже на самом деле в России пытаются тоже к этому прийти, когда нет возможности тяжелобольному человеку рядом с ним посадить сиделку. Датчик вешается на одежду, закрепляется на одежде датчик, и когда показатели скачут, то человек, который сидит за пультом монитора, может вызвать скорую помощь. Не знаю, насколько в большом ли количестве это есть, но знаю, что, по крайней мере, разработки этой темы ведутся. Значит, развитие телемедицины началось в начале 20 века. Первые консультации были с помощью телеграфа. Тоже удаленные регионы. Америка тоже страна достаточно большая, и с помощью телеграфа проводились некие консультации, как можно помочь человеку. Значит, в 1965 году прошла первая межконтинентальная кардиологическая видеоконференция, в рамках которых обсуждали процесс установки искусственного сердца. В 1974 году термин «телемедицина» начинает фигурировать в официальных источниках, и в 80-е годы западные сообщества начинают перенимать. Первой страной, которая поставила телемедицину на практические рельсы, была Норвегия. Страна может быть территориально, конечно, не очень большая, но у нее очень много трудонаступных мест, и, конечно, там это используется в огромном количестве. На конец 2016 года уровень проникновения телемедицины в Европе составлял около 30%. Известны сейчас в настоящее время более 250 телемедицинских проектов. В 2016 году в США было проведено около более чем 1 миллион телеконсультаций, и, наконец-то, в России в 2012 году Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о телемедицине. Да, какие же еще у нас законы регулируют телемедицину? Ну, всем известный 323 ФЗ, 242 ФЗ, все перечислено. Все, кто занимается, все эти своды правил, распоряжения и приказы знают, значит, как мы развивали телемедицину у нас. Естественно, телемедицинские консультации были, есть и будут. Неважно, законные они были раньше или незаконные, наши пациенты, особенно онкологические, они хотят излечиться от своего заболевания, и, естественно, находят телефоны врачей, находят почты врачей, находят почты учреждений, посылают письма и пытаются понять, смогут им помочь в этом учреждении или нет. Надежда – это такое свойство, которое никогда не умирает, на мой личный взгляд. Соответственно, когда огромное количество писем приходит в учреждение, учреждение начинает думать, что же с этим делать. Осенью 2016 года мы написали письмо в Минздрав, чтобы нам разрешили оказывать так называемые информационные услуги. Сразу тоже будем разговаривать, что это платные услуги, чтобы сразу было понятно всем. Долго думал Минздрав, но, наконец-то, 19 июня 2018 года, ответ пришел, что да, нам разрешено оказывать данные консультации. В среднестатистический рабочий день к нам приходит где-то в районе 70-80 писем, в которых пациенты интересуются медицинскими вопросами. Половина писем отвечается сразу же в этот же день, если он рабочий, не выходной. Ответы уже сформированы, ничего придумывать не надо, потому что вопросы достаточно банальные, ответы тоже достаточно банальные. Остальная часть уходит врачам на рассмотрение. На сегодняшний день 14 врачей клиникодиагностического отделения рассматривают запросы, и на самом деле большую часть они тоже отвечают бесплатно. В платных информационных дистанционных услуг за 2018 год было оказано всего 223, а писем, ну, можно простыми арифметическими манипуляциями все это умножить и сложить, и получается где-то в районе 19 тысяч в год. Как я уже сказала, мы являемся НМИЦ, организацией НМИЦ, и у нас есть плановые показатели по работе НМИЦа. С 1 января 2019 года есть плановый показатель, 550 телеконсультаций должно быть у нас проведено. За 5 месяцев 2019 года по телемедицине было проведено 471 консультация. Отвечают на самом деле не только заведующие, отвечают, потому что заведующие у нас и работают и в стационаре, принимают пациентов и амбулаторно, и делают хирургические манипуляции, ездят, обучают регионы, ездят со своими лекциями, обучают не только в рамках НМИЦ, а их как приглашенные сотрудники. Поэтому в рамках работы с телемедицины работают все сотрудники, почти все сотрудники стационара, врачи. Для примера привела, сколько у нас было информационных консультаций удаленных, 116 за этот же период. Есть две телемедицинские системы, по которым мы сейчас работаем. Федеральная система информационная, ее создатель ВЦМК защиты всем известный, и система ТМК ФР, ЕГИС ИЗ, ее тоже создали. Для того, чтобы в ней работать, необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг. Вот с этим, к сожалению, в регионах проблемы возникают. Значит, федеральная телемедицинская система ВЦМК защиты достаточно удобна в обращении. Она дает возможность подгрузить персональные данные пациента, заполнить вручную блоки история болезни, диагноз, цель, консультация. К сожалению, не все правильно все это заполняют, но прочитав PDF-файлы, которые прикладывают, можно разобраться. Уходит на это, конечно, много времени, но ничего, мы с этим справляемся. Основная проблема заключается в регионах с тем, что не очень они умеют архивировать, не всегда у них получается перевести, допустим, лучевые методы диагностики в формат DICOM. не стоит у них оборудования по формированию гистологических слайдов. Формат может быть не только тот, который представлен на слайде, в принципе, формат может быть любой. Мы из любого формата можем сделать тот, который нам удобно просматривать. Все 471 консультации были на самом деле оказаны в этой системе, потому что в регионах она стоит, она, еще раз повторюсь, удобная в работе, и, соответственно, сотрудники регионов к ней привыкли и в ней работают. Единственное, что СМИЦ может только сотрудничать с организацией третьего уровня, то есть это онкологические диспансеры, кардиологические диспансеры, если у них какие-то вопросы возникают онкологические. Мы, конечно же, отвечаем только по профилю онкологии. На сегодняшний день к нам приходят различные запросы, но если запрос касается, допустим, нейрохирургии, которой мы не занимаемся, или травматологии, ортопедии, мы запрос перенаправляем в учреждение, которое занимается данной проблемой. Также хочется отметить, что все консультации могут быть только плановые. Наше онкологическое учреждение – это плановое учреждение, но не экстренное, и, соответственно, отвечать на экстренные, неотложные случаи по телемедицине мы не можем. Борис Сергеевич сегодня уже привел пример, как по телефону тоже, который вроде как относится к телемедицине, задают вопросы, что давайте мы быстренько посмотрим пациента. Получается, что быстренько это пока только в ручном режиме. Позвонили Борису Сергеевичу, Борис Сергеевич нашел врача, который готов принять пациента, вот, собственно, пациент к нам попал. Естественно, потом мы объясняем тому же сотруднику БСМП, как можно работать и что нам для этого нужно, и им что нужно делать. Вторая система разработана в ЭБГУЦ НИО и ОИЗЭ, называется она ЭТМКФР, позволяет проводить телеконсультации по расписанию и позволяет возможность выбрать конкретного врача, потому что расписание там внесено полностью, можно делать, но из-за того, что не все зарегистрированы в портале, к сожалению, мы пока по ней не работаем. Но проводим обучающие мероприятия в многоточном режиме для слушателей из разных регионов нашей страны. На последнем слайде приведены факторы, мешающие развитию телемедицины. На самом деле, лично вот мне, как человеку, который работает в этой системе постоянно, не мешают ни часовые пояса, да, это социальные причины, ни недостатка квалифицированных лиц, способных работать в телемедицинской системе, по одной простой причине, что, допустим, эти социальные причины мы можем обойти. По большому счету, объяснить, как работать в системе, несложно, да, получить пароль, код-пароль, вход, доступ в систему тоже нет никаких проблем. Все работают в Mail, все работают в Яндексе, все работают в Gmail. Система та же самая, то есть это просто желание, нежелание человека заниматься чем-то новым. Основная проблема – это, конечно, медленное принятие решений и развитие инновационных законов, потому что мы занимаемся чаще всего тем, что уже бы хотелось в какие-то рамки ввести законопроектов нашей Российской Федерации. Та же телемедицина – это получается тот же самый MDT, та же самая комиссия, которая принимает некие решения, потому что, к сожалению, один врач ответить на телемедицинский вопрос обычно не в состоянии. Там присылаются, уже объясняла гистосканы, присылаются исследования лучевой диагностики, это нужно все пересмотреть. Врачи между собой созваниваются, уточняют, и получается, что вместо одной телемедицинской консультации мы оказываем 3, 4, а то и 5. Ответы отправляются точно так же в PDF-формате. Сколько врачей отвечало, столько, соответственно, и ответов будет. То есть в один ответ это все не формируется, формируются разные ответы каждого специалиста своим. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Анна Николаевна. Готова ответить на вопросы. Микрофон. Обязательно микрофон, идет в виде трансляции у нас тоже, поэтому. Спасибо за доклад. Вот в первой части вы описали тот факт, что к вам приходит большое количество писем, в том числе бывают такие письма, которые приходят не от самих пациентов, а, например, родственники обращаются. Как в этой ситуации вы даете ответы этим писем? Я поняла, да, вопрос. Можно я тогда все вопросы по порядку, которые возникли у меня? И маршрутизация, как происходит их писем? То есть лица ответственные, которые их принимают, направляют кому-то. То есть это урегулировано у вас, я так понимаю, каким-то образом. И каким статусом обладает конечный документ, вот эта консультация? То есть полномочия предоставлены врачу, который дает эту консультацию или заключение, как от официальной организации, то есть от института. Вы имеете в виду дистанционные? Это честная консультация, да. Дистанционные, не телемедицинские? Ну вот про письма вы сейчас... Про письма. Животрепещущий вопрос, даже в нашем институте не все понимают, как это делается. Не только в регионах. На самом деле я обо всем рассказывала на прошлых белых ночах. У меня был про мою службу большой доклад, как это все взаимодействует. Письма приходят на официальную почту. Все они, если они касаются медицинских вопросов, все они сбрасываются мне, потому что я медик, хоть не врач-онколог, но могу разобраться во многих уже вопросах отработав в онкологии 3,5 года. А нет, если я знаю, что можно на этот вопрос ответить, я, естественно, отправляю сразу же ответ. Ни в каком это виде, это просто ответное письмо. То есть никакой подписи. Внизу только с уважением МИЦ-онкологии имени Петрова. Если человек спрашивает рак 4-й степени, присылает фотографию умирающего человека, то ответ выглядит следующим образом. Уважаемый пациент, представитель пациента, в вашей ситуации показан симптоматической терапией. Все, к сожалению, ничего мы не можем ответить. Если прикладываются файлы, потому что действительно задают вопросы и без файлов. Помогите, у меня там рак молочной железы. Как, кому, зачем, даже не присылают контактов. Поэтому это просто ответное письмо. Если же приложены файлы, значит, я их просматриваю, если это относится, это если не нейрохирургия, например. Если вопрос не пересадки печени, которой мы не занимаемся, я отправляю своему сотруднику, который это письмо направляет специалисту, который принимает решение отвечать на этот вопрос, либо не отвечать. Если он на этот вопрос отвечает положительно, что да, он будет оказывать дистанционную консультацию, совершается звонок пациенту, и пациент должен написать заявление в письменной форме, прислать его нам, выставляется до выполнения дистанционной консультации, выставляется все счета на оплату, договор, акт, заявление о том, что он действительно хочет получить эту платную консультативную дистанционную услугу. И после получения подписанных оригиналов по почте Российской Федерации, мы отвечаем на фирменном бланке учреждения за подписью нашего специалиста. Сразу же следующий вопрос, который обычно возникает, если у вас электронная подпись, нет, у нас еще пока не оснащены врачи электронной подписью. Поэтому это происходит в формате написал, распечатал, подписал, поставил печать, мой сотрудника, забрал, отсканировал, отправил. Можно вопрос? Конечно. Меня зовут Алексей Корнеев, из Крыма, возглавляю Ассоциацию эндоскопистов Крыма-Севастополя. И вопрос касается, на самом деле, общения с пациентами по электронной почте. Возникает конфликт с законодательством, и это я хотел бы узнать, как вы его, ну, не знаю, обходите, либо, может быть, вы получили какие-то разрешительные документы или комментарии. Потому что, по сути, это общение по незащищенным каналам. Абсолютно правильно. Второе. По этим незащищенным каналам передается информация, составляющая персональные данные и врачебную тайну. Вот, может быть, у вас есть какие-то наработки в этом направлении? То есть, как вообще с этим сейчас быть? Потому что это очень нужно, и вот по всем действующим законам сейчас этого нельзя. В рамках консультации, так называемой, не медицинской, а информационной. В силу того, что у нас есть разрешение в устав, нам разрешили оказывать эти консультации, мы на самом деле имеем право пользоваться незащищенным каналом в том ракурсе, как я вот отвечала по первому вопросу, не ставя в ответе конкретного доктора Крутого, Заозерского, Каспарова, а ставя просто ответ от организации. Мы имеем право это делать. Если мы оказываем, еще раз, консультацию по электронной почте, информационную, это информационная консультация, то, соответственно, прежде чем ее оказать, я получаю все оригиналы документов с подписью человека. Конечно, утвердить, что это он подписывал этот документ или не он, я не могу, но, к сожалению, портал телемедицинский, в котором нас обязали работать, он возможен только для работы врач-врач, организация-организация. К сожалению, он не дает возможности присоединить пациента. Я очень жду того момента, когда ЕГИСЗ все-таки разработает некую МИС, куда смогут обращаться пациенты, и мы сможем по защищенному каналу эти данные передавать. Когда сам пациент изъявил желание и передал уже свои данные нам по незащищенному каналу, мы не заставляли его передавать, он сам это сделал, это его выбор. Соответственно, мы можем на этот вопрос ответить, потому что это был выбор пациента. Еще вопрос. К примеру, в ваш институт обратился пациент, ему было выполнено какое-то вмешательство, диагностическое или лечебное, был получен материал, биопсийный или операционный, и он уехал уже к себе домой далеко за, может быть, 12 часов лета. Мы ему пересылаем по почте, потому что мы берем у него разрешение отправить, он нам разрешает, у нас это все подписывается на этапе заведения амбулаторной карточки, мы подписываем информированные согласия на все, что только можно, на разрешение переписки по электронной почте это пишется отдельное согласие, которое вклеится в амбулаторную карту, и если этого согласия не было, то, естественно, мы не отправим, как бы он нас не умолял по телефону, отправить ему на почту, только при наличии согласия. Спасибо большое. Пожалуйста.